Итак, обращаемся к Александре Гарможаповой, которая присоединилась к нашему эфиру. Александра, приветствуем вас. Добрый день. Приветствую. Александра, увидели один из частных примеров того, как происходит мобилизация, в частности в Бурятии. Помогите, пожалуйста, понять масштабы происходящего. Масштабы происходящего, их можно описать так, что команда фонда «Свободная Бурятия» не спит уже трое суток, потому что к нам в режиме нон-стоп поступают обращения от жителей Бурятии, которые рассказывают о том, что к ним пришли повестки. Никакая, естественно, не частичная мобилизация в случае с Бурятией. Повестки получают и студенты, и пенсионеры, и многодетные отцы, и люди, у которых нет конечностей, они с протезами, люди, которые не так давно перенесли операции, и в том числе мертвецы. В частности, это известная история яблочницы Натальи Семеновой. Ее брат, по сожалению, уже нет в живых два года как, и ему тоже пришла повестка. Вот так у нас все фантастически развивается. Молодых и немолодых мужчин забирают из деревень целыми автобусами, вывозят, видимо, у них какой-то есть план. В Джидинском районе Бурятии, судя по всему, они не могут набрать нужное количество мужчин, и отправили силовиков, если я не ошибаюсь, из того, что нам сообщают, в лес. Дело в том, что в Бурятии есть такое выражение на орехах. Это мужчины, которые в определенный период времени года, они собирают в тайге кедровые орешки. Это такой прибыльный бизнес, и, в общем-то, сейчас многие мужчины, они собирают кедровые орешки, и силовики пошли их искать в лес, для того, чтобы они не собирали кедровые орешки, а убивали украинцев. Вот так это все осуществляется. Повестки вручались ночью. Самая, наверное, страшная ночь была с 21 на 22. К людям приходили в 4 утра. В частности, в 4 утра получил повестку отец подруги моего коллеги по фонду Алексея Кима. Ну, во-первых, он как бы пенсионер. Во-вторых, у него на попечении ребенок с инвалидностью. Ну, кого это волнует? То есть людей просто выдергивали из кровати. Также моя коллега, не коллега, приятельница, а юноша Акдурова, который сейчас находится в Бурятии, она рассказывала такую историю, что вот ехала с таксистом в Закаменском районе, и они проезжали автозаправку. И таксист ей говорит, о, вчера отсюда моего товарища забрали. Она говорит, как? Он говорит, ну, к нему пришли утром с повесткой. Он заявил о том, что ничего он принимать не будет, идите к его лесам. И днем он поехал заправлять машину, стоял на заправке, и мимо проезжал автобус. В который уже нагрузили призывников. И из этого автобуса его увидели, вспомнили, автобус резко остановился, и его запихали в этот автобус без документов, без вещей, без чего бы то ни было. Его машина как стояла на заправке, так и осталась. Ее потом забирали его родственники. Вот такая у нас ситуация в Бурятии. Если в первый день мы получали больше всего сообщений с просьбой объяснить, как можно избежать мобилизации, то есть юридические моменты, какие есть законные основания для этого, то вот вчера и сегодня нон-стопом идут сообщения одного характера. Как уехать в Монголию? У нас теперь слово «Монголия» — это главное слово в Бурятии. И вот вы спрашивали про цифры. Мы пришли к выводу, что около пяти тысяч повесток уже вручены. Судя по всему, они продвигаются дальше. И около трех тысяч бурят, они уже сейчас находятся на территории Монголии. Но это говорит только один волонтер, который занимается определенной, опять же, группой. Это не вся численность. То есть их гораздо больше. Этот волонтер просто нам рассказывал, что он захлебывается, что у него уже не хватает ресурсов, что этих людей слишком много. И мы бы, естественно, не справились, если бы нам активно не помогали братья-монголы. Тургизы и казахи. То есть у нас тут образовывается азиатский альянс. Когда в свое время Кремль пытался представить бурят как главных злодеев в Украине и оперировал к тому, что русские же и украинцы — это братья-славяне, ну, как бы Кремль не учел, что у бурят тоже есть свои братья азиатские. И, в общем-то, сейчас мы получаем от них очень большую поддержку. А от казахов мы получаем поддержку еще и потому, что очень много российских казахов погибло в Украине. И их зачастую, кстати, принимали как раз на бурят. Александр, скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, сегодня протест заключается в том, чтобы покинуть место непосредственного проживания, чтобы не получить те самые повестки о мобилизации. То есть выехать либо за границу, либо уйти в лес, чтобы людей физически трудно было найти. Но нету никакого активного сопротивления в виде, например, не знаю, взрыва автомобилей, протестов активных на площадях. Или, ну не знаю, выехать в Москве. Я считаю, что на фоне всего происходящего уже то, что люди, по крайней мере, уедут и не будут участвовать и убивать украинцев, это уже неплохо. Хотя, думаю, с их подготовкой и строением они будут убивать украинцев, своих будут убивать украинцев. Ну, поэтому они, в принципе, и не езжают, а не потому что они хотят помочь украинцам, я думаю. Ну, в общем-то, мы сейчас занимаемся у нас активное направление эвакуация. Мы покупаем, ну, соответственно, связываемся с перевозчиками, оплачиваем эти поездки, оплачиваем их с помощью краудфандинга. Происходит это, объясню следующим образом, в одном из ваших эфиров я также рассказывала, что буряты, ну, это кочевой народ в целом, но на протяжении особенно последних четырех лет буряты массово эмигрируют, и в том числе в Соединенных Штатах Америки. То есть в Соединенных Штатах Америки сейчас очень много бурят. Так вот, эти буряты, которые уехали из России из-за и расизма, и коррупции, и вообще того, что трудно жить в России, они сейчас спасают своих земляков тем, что они оплачивают им возможность уехать в Монголию. И фактически мы можем говорить о том, что буряты голосуют ногами, они просто как кочевой народ берут свои вещи и уезжают. То есть мы наблюдаем сейчас такое великое переселение бурят, я бы сказала так. И это очередная победа стратегическая Владимира Путина, и это характеризует его национальную политику. И национальная политика Путина, она заключается в том, что буряты покидают места своего исторического проживания. И мы опять же всегда говорим о том, что и война против Украины, и то, как обходится с бурятами, это звенья одной цепи, это имперская политика. То есть закидать трупами каких-то нацменьшинств в интересах империи, Украину, для того, чтобы она стала тоже частью империи. Но главное, чтобы не пострадал государство, образующий народ. Александра, мы говорили перед вами с Ильей Пономаревым, ну и говорили теоретически, если распадется Российская Федерация, то каким образом, да, и на какие страны. Так вот, как вы думаете, если будет такой шанс выйти из состава Российской Федерации, Бурятия использует этот шанс? Я думаю, что в Бурятии есть такая сложность, она заключается в том, что еще в советские годы сделали таким образом, что в Бурятии, для того, чтобы они ни на что не влияли, их намеренно раскидали по трем регионам. И в Бурятии, вот часто в ваших эфирах в том числе, всегда говорят о том, что бурятские военнослужащие, бурятские, там, убийца, насильник и так далее. Но вы часто сами видели, что бурятский, это не означает этнический бурят, потому что буряты в Бурятии составляют 29,5%, большинство, это вот русские. Поэтому я не уверена, что это имеет большую перспективу, но вы сейчас затронули тему протестов, что их нет в самой Бурятии, они только были в первый день, то, что мы наблюдали. И там были, кстати, важные слова на плакате о том, что я не хочу, чтобы наши мужья и братья убивали чужих мужей и братьев. Это, мне кажется, очень важно. Но я к тому, что я уверена, что сейчас бурятская диаспора, она будет консолидироваться по всему миру, и это большая сила на самом-то деле для того, чтобы влиять уже на ситуацию внутри Бурятии, и мы будем делать для этого все, то есть, соответственно, открывать ячейки свои, как фонда «Свободная Бурятия» и в Корее в Южной, и, возможно, если получится, в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Монголии. То есть мы, в принципе, с этой позиции будем окружать Российскую Федерацию во главе с ее не совсем, мягко говоря, адекватным руководителем и имперцем, безусловно, Владимиром Путиным. Но, опять же, друг познается в беде, если вы находите союзников в лице тех же представителей Казахстана, Монголии и других государств, которые граничат сегодня с Бурятией. Возможно, они каким-то образом смогут помочь, как минимум принимая у себя на территории тех бурятов, которые отказываются идти на войну. Спасибо большое. А вы видели, извините, а вы видели выступление, извините, что вас перебило, но вы видели уже, наверное, выступление бывшего президента Монголии, который вчера как раз говорил об этом. И на самом деле это же ведь тоже говорит, опять же, о очередной победе Владимира Путина, потому что, я вам открою небольшой секрет, я связывалась с монголами еще в марте. И я просила их помочь. И реакция была такая, что надо подождать. Это были довольно высокопоставленные люди, но сейчас я вижу, что они поняли, что ждать беспысленно, и в этом смысле Путин ускорил процессы своей, опять же, выходкой по мобилизации. Не говоря уже о том, что он ведет преступную войну. Да, да, и победы Путина, это в кавычках, понятное дело. Я так понимаю, что буряты выезжают, которые могут быть мобилизированы, выезжают со своими семьями. То есть это уже получается массовая миграция в сторону Монголии, Казахстана, Киргизстана. Правильно? Это массовая миграция. И очень важно, что Путин, наверное, даже пока не подозревает одной такой вещи. Есть историческая память. И если буряты сейчас кто-то осядет в Монголии или в Казахстане, они запомнят, что им помогли монголы. А в силу колонизации, советского прошлого, буряты ментально, конечно, их сдвигали в сторону русских. И они, наверное, больше понимали и идентифицировали где-то, не полностью себя с русскими. Сейчас же буряты вспомнили, что они монголы, потому что буряты — это монголы. И резко посмотрели в сторону Монголии. И теперь, если они запомнят, что в тяжелый момент, когда Россия их кидала в качестве пушечного мяса в Украину, вызвала ненависть украинцев по отношению к бурятам. Это специально было сделано Кремлем. Потому что я не оправдываю тех бурят, безусловно, которые участвуют в войне, они должны нести ответственность. Но во многом все это было сделано Кремлем. И также Кремлем делалось что? Они намеренно показывали, что все преступления совершают национальные меньшинства. Вызывали агрессию у украинцев, которые, понятное дело, их бомбят, и тут не будешь разбираться. И потом Кремль публиковал скринные сообщения украинцев об азиатах, бурятах. И говорил, вот мы же говорили, они нацисты, вы же сами видите, вот что они пишут об азиатах. То есть это была такая многоходовочка. И сейчас, если буряты увидят, потому что именно монголы, казахи, кыргызы им помогли, то это останется надолго, и они поймут, что, наверное, с Российской Федерацией дружить не стоит. Спасибо вам большое. Спасибо. Александр Гарможапов, журналистка, глава фонда «Свободная Бурятия», была с нами на прямой связи.